Распоряжение правительства Российской Федерации о 29 мая 2015 года в России появился официальный документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым и утверждающий стратегию воспитания подрастающего поколения Российской Федерации до 2025 года. Эта стратегия определяет приоритеты государственной политики в области воспитания детей. Надеюсь, что она прежде всего будет направлена на учет интересов самих детей, на учет потребности современного российского общества в условиях глобальных вызовов. Воспитывать детей предполагается на базе духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. К ним можно добавить традиционные для исторической России идеалы – идеалы нравственности, терпимости, уважения к личности и просвещенного патриотизма. При этом особенностью духовных ценностей является то, что, сохраняя национальный и религиозный стержень культуры народов России, они в современных условиях приобретают также общечеловеческий и глобальный характер. Для многих верующих людей то, что они считают данным Богом, является самым важным, и религиозная идентичность является самой важной. Верующие люди хотят строить не только свою личную жизнь, но и жизнь общества в соответствии с теми ценностями, которые считают вечными и высшими. Иногда эти ценности могут расходиться с ценностями неверующих людей, иногда имеют место дискуссии между представителями разных религиозных традиций. Но очень важно, чтобы и государство, и общество одновременно уважало право людей на свое видение будущего, на свой вектор общественного развития и гармонизировало бы разные идентичности. Будь то гражданское, с одной стороны, и этническое, и религиозное, с другой, будь то инетичность разных поколений, приверженность к тому или иному периоду истории, как к нормативному или идеальному. Вот в сложной стране мы должны учиться жить вместе, уважая право каждого на устройство общества в согласии со своими идеалами. И у нас это вообще-то неплохо получается. Сегодня человечество сталкивается с новыми серьезными вызовами, которые напрямую связаны с тем, что предпринимаются попытки пересмотреть роль и место религиозных организаций в обществе, базовые принципы религиозного мировоззрения в системе ценностей и сами традиционные нравственные ценности. В западном мире происходит процесс смены цивилизационного кода, который существовал в Европе со средних веков. Эта проблема имеет и правозащитное измерение. Чтобы оправдать новую модель морали и нравственности, нам пытаются навязать мнение, что право на свободу личности и самовыражение является приоритетным по сравнению с правом на свободу совести и религиозное убеждение. Умаление религиозного фактора в странах, попытка вытеснить его на задворке общественной жизни, представить традиционную мораль и нравственность других конфессий, архаичные, нарушающие не просто базовые права человека, но и права верующих на практике, приводят к негативным последствиям. Через СМИ, кино, литературу, интернет-ресурсы искажаются традиционные для народов разных стран исторические и духовно-нравственные ценности, навязываются неприемлемые для большинства населения поведенческие нормы и принципы. Как раз главный вызов и заключается в том, что сегодня делается попытка пересмотреть эти традиционные ценности. Готовится определенное и философское, и морально-этическое обоснования для того, чтобы традиционные устои, связанные, допустим, с семьей, с вопросами брака, отношения к аборту, в корне пересмотреть. Ну, это объективный процесс. Начиная с 1968 года началась то, что называется либеральная революция, которая пыталась установить представление ультралиберала в качестве единственных достойных. И в силу этого происходила интенсивная дискредитация традиционных ценностей семьи, традиционных ценностей социальных отношений. Все попытки, все традиции соблюдения существовавших в многих тысячелетиях ценностей рассматривались как таящие в себе авторитарные устремления. И это не прошло и мимо России. Но в России к этому добавилось еще и большие традиции нигилизма, когда традиционные ценности систематически разрушались. Но это надо понимать, что разрушение таких ценностей, за ними следует разрушение ценностей государства, общества и социальный распад. Пожалуй, самый главный вызов сегодня брошен – это атака на семью. То, что прежде всего христианство укореняло в обществе, в мире культуре, поведение человека на протяжении веков, что семья – это союз двух любящих мужчин и женщин, которые согласились хранить друг другу верность, рождать и воспитывать детей, к сожалению, сокрушается всего за несколько десятилетий. Прежде всего, это вызовы либерального сообщества, трактующего или деформирующего само понятие института семьи, которое вступает в противоречие с традиционными религиозными ценностями всех конфессий. И это прежде всего вопросы однополых браков. Мы видим в этом сильную, большую угрозу как для нас, представителей конфессий, так и для всего общества в целом, для будущего России. Экстремизм религиозный, свойственный, в общем-то, всем религиям во всех континентах. И для нас, для России, где никогда не было религиозных войн, важно сохранить стабильность, миролюбие в межконфессиональных отношениях. В отличие от западных стран, религиозные организации России и органы государственной власти выступают с единых позиций, направленных на поддержку традиционных нравственных ценностей и института традиционной семьи, рассматривая их как духовные скрепы, объединяющие нацию. Фактически можно констатировать, что Россия становится мировым лидером, в котором верующие всего мира видят защитника и выразителя их духовных запросов и интересов. Это важный итог соработничества религиозных организаций и государства, имеющий большой потенциал и значение в будущем. То есть, на самом деле, для нас вот эти направления, эти тенденции, которые сегодня очень активно развиваются, в первую очередь, на Западе, они, конечно, противоречат всем нашим историческим традициям, морально-нравственным устоям, фундаменту, на котором, в общем-то, и сформировалось и российское государство, и российское общество. И меня сегодня радует, что в России не только религиозное сообщество всеми возможными средствами удерживает это достояние, эти истины, но и государство в лице власти законодательной, в лице президента России, они поддерживают и также твердо стараются стоять на этих нравственных ценностях. Государство должно оказывать, я считаю, поддержку, в том числе и налоговыми льготами, грантовой поддержке, создание благоприятной деятельности, потому что, на мой взгляд, пока потенциал религиозных организаций в этом плане используется не в полной мере государством. Очень важно, чтобы религиозное мировоззрение человека, чтобы, во-первых, оно помогало ему самому найти истину в жизни, и потом важно ведь не просто то, как ты молишься, а важно, как ты относишься к своим соседям, близким, родственникам, вообще, как ты живешь в социуме, какая от тебя идет общественная польза другим людям. Вот это нельзя никогда забывать. Конечно же, те нравственные ценности, это ценности семьи в первую очередь, старших, детей, образования, патриотизма, да все, что нас окружает, оно имеет в том числе и обязательный момент религиозной оценки. Это очень важно. Еще раз подчеркну, мы ответственны за других, мы ответственны не только защищать себя, но прежде всего защитить свободы и права других людей. В соответствии со всеобщей декларацией прав человека, каждый человек имеет право на свободу совести и религии, воспитывать детей в вере и духовных ценностях, беспрепятственно придерживаться своих убеждений и открыто защищать свою позицию в публичной сфере, не подвергаясь гонениям. В современном мире события в каком-нибудь дальнем уголке Земли непрерывно сказываются на ходе общемировых процессов, поэтому недальновидно игнорировать или не замечать преследования верующих, нарушения их прав и свобод, принимающие все более угрожающие формы и размах. Ведь тогда человечеству угрожает опасность скатиться в первобытную злобу и ненависть, в бесконечный поиск и уничтожение действительных и мнимых врагов, что в конечном итоге способно обернуться самоуничтожением. Вопрос, связанный с правами человека верить и исповедовать свою веру, всегда стоял достаточно остро во все века, во всех странах, во всех государствах. Как нам показалось, в веке XX в большинстве развитых стран эти вопросы перестали быть такими острыми. Но сегодня мы вновь видим проблемы не только в странах, которые пережили атеистические периоды своей истории, но и в странах традиционно демократических и религиозных. Так, в Соединенных Штатах некоторое время назад объединения протестантских церквей вынуждены были создать специальный фонд защиты гонимых христиан. И уже первые недели, месяцы работы показали его огромную востребованность. Ситуация, связанная с притеснением христиан на Ближнем Востоке, в Африке, мы видим серьезнейшие гонения, вплоть до публичных казней, которые мы сегодня наблюдаем. Поэтому говорить о том, что права активно соблюдаются, нет. Мало этого, я бы хотел подчеркнуть, что и международное сообщество очень робко выступает по этому вопросу. 10 лет потребовалось, чтобы был принят специальный документ в Организации Объединенных Наций, которые в защиту, например, христианских общин подняли вопрос. Но 10 лет, это слишком долго. Нужно оперативное вмешательство, нужно оперативное реагирование. Точно так же мы видим отношение и к другим регулиозным организациям. То есть, в данном случае, пока, международное сообщество в этом плане достаточно консервативное и не умеет или не хочет оперативно реагировать на эти вызовы. Агрессивная атака, если так можно выразиться, на христиан, это прежде всего, мы видим межубийственную войну внутри религий, на Ближнем Востоке прежде всего. И все это вызывает некую новую форму фундаментализма, как ответная реакция. Мы должны уберечь Россию от такого пути. Большие проблемы возникают у ислама, но надо сказать, что и ислам тут часто внесет на Западе, внесет в себе элементы радикализма. И небольшие отщепенцы ислама, которые занимают радикальные позиции, создают проблемы для всей исламской умы, что проявляется в острой дискуссии, например, в Великобритании, в Швейцарии, где введен запрет просто на строительство мечетей. Это серьезные проблемы. Есть проблемы и в России, но они связаны прежде всего с недостаточной образованностью государственных чиновников. Но мне приводили пример огорчительный, когда к одному из губернаторов пришел лидер армянской общины, уж казалось бы наших братьев, самой древней государственной церкви христианской в мире, просить здание под храм. На что губернатор, ничтоже сумняшись, говорит, «А зачем вам? Ходите в русскую православную церковь, и все будет славно». На конференции, ну, согласитесь, что это совсем предельный случай. А большие проблемы с выделением земли для мечети, несмотря на то, что появляются крупные сообщества мусульман. Можно назвать еще немало примеров оскорбления чувств верующих, нарушения их личных и корпоративных прав. Они вызваны как непрофессионализмом отдельных чиновников, так и сознательным несоблюдением норм действующего законодательства и конституционного принципа равенства религиозных объединений перед законом. В целях организации взаимодействия с органами государственной власти, общественными и религиозными организациями по мониторингу правоприменения и развитию законодательства была создана Российская Ассоциация Защиты Религиозной Свободы, объединяющая представителей всех традиционных религий России и общественных деятелей. «Наша организация была создана совсем недавно. Мы бы не хотели видеть себя одной из многих, и мы бы хотели, члены РАРС, учредители РАРС, занять, может быть, авторитетные ведущие позиции в нашей стране, и даже имеем такие планы за рубежом в защите религиозных ценностей, в защите религиозных организаций». «Но прежде всего мы должны в регионах Российской Федерации, в субъектах, в городах, в весях создать аналоги, создать региональные наши, и они должны быть более активны, чем даже будем здесь мы. Они будут давать нам возможность видеть общую картину, мониторить ее и вовремя реагировать, не дожидаясь реакции зарубежных подобных структур, которые почему-то заботятся о нас. Поэтому, еще раз подчеркну, мы ответственны за других, мы ответственны не только защищать себя, но прежде всего защитить свободы и права других людей». «Это организация, у которой хорошее будущее, ибо она рождена естественно снизу, ну как растение, знаете, оно растет снизу вверх, дерево. Вот это будет прекрасное дерево прав и свобод религиозным организациям в России». «Это авторитетная организация, которая имеет большую надежду у граждан, у верующих людей, которые помогают им в реализации прав на свободу и распоряжения в нашей стране». «Это возможность находить общие ценности представителями разных религий и вырабатывать государству разумные рекомендации о том, как государство должно создавать свободное пространство для людей исповедовать собственные духовные ценности». «РАСА» — это место, где можно обсудить актуальные вопросы религиозных и государственных отношений. «Это увидеть, сколько братьев и сестер, сколько конфессий в России, и как мы можем сотрудничать в рамках милосердия, добрых дел, в рамках образования. Это обретение новых друзей, новых знакомств, новых возможностей для церкви». «Это самая активная, мобильная передовая структура, которая позволяет аккумулировать весь комплекс проблем и предложений, которые сегодня есть в нашем обществе, и также оперативно предлагать новые меры и предложения». «Многие сложные ситуации мы можем разрешать самостоятельно, потому что Священное Писание говорит, что сила и мудрость — она в Совете». Современное российское общество поражено различного рода социальными болезнями. Общественные потрясения, нестабильность и трудности переходного периода, вызванные распадом СССР, способствовали росту алкоголизма, наркомании, беспризорности, проституции и иных негативных проявлений как во взрослой, так и в молодежной среде. Последние особенно нетерпимы, так как калечицы погибают нравственные и физически молодые люди, в руках которых будущее России. Религиозные организации, верующие люди не могут просто смотреть на эти процессы в нашем обществе и оставаться равнодушными. Объемы разнообразия видов социальной значимой деятельности религиозных организаций весьма велик, и многие из них осуществляются самостоятельно на инициативной основе. Накоплен богатый опыт, есть серьезные достижения в области профилактики и реабилитации нарко- и алкозависимых людей. Религиозные организации проводят большую работу в области воспитания детей и молодежи в русле традиционных духовно-нравственных ценностей, в воскресных школах и эшивах медресе, семинариях, университетах и других образовательных учреждениях разных конфессий. Организуется помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Социальное и гуманистическое значение этой деятельности ни у кого не вызывает сомнения, однако для более эффективного служения обществу необходимо более тесное сотрудничество с властью и государственными органами, занимающимися социальной работой. Необходима более полная информация о работе, проводимой разными церквями. Также необходимо совместное планирование и сотрудничество разных церквей в области социальной работы. Существует определенная разобщенность, потому что каждая конфессия варится в собственном соку. Скажем, вот там православные провели заседание Всемирного Русского Народного Собора, там тоже обсуждали проблемы демографии, семьи и так далее, так сказать, сами по себе. Значит, мусульмане там что-то тоже делают сами по себе, хотя и мусульмане те же разобщены, и, значит, сегодня существуют десятки мухтиятов и так далее, и не всегда даже, так сказать, дружно друг с другом взаимодействующие. Точно так же и очень много интересной практики, вот мне известных протестантов, есть, значит, и достаточно эффективны и так далее, но нередко они не имеют достаточной поддержки, откровенно говоря, от органов власти, от наших органов здравоохранения и так далее. И что говорить, так сказать, и могут приклеить ярлык сектантов и так далее, и не ходите туда. Все это есть. Поэтому вот первое, что вот действительно вот надо в этом плане консолидироваться, так сказать, вот действительно действовать сообща религиозным организациям. Я могу сказать, что сегодня мы нуждаемся в объединении своих усилий и в молитве друг за друга, и в моральном, научном, богословском, информационной поддержке друг друга. Основные задачи Ассоциации включают в себя защиту духовно-нравственных ценностей, внутрироссийский и зарубежный мониторинг соблюдения принципа свободы совести, а также подготовка и предоставление общественности докладов о религиозной ситуации в России. Ассоциация помогает объединить правозащитные ресурсы христиан, мусульман, иудеев, и буддистов для решения общих проблем. Мы подходим к годичному рубежу, так сказать, своего существования, и, конечно, может быть, не все удалось сделать, что мы задумывали, но, тем не менее, вот какие-то результаты нашей работы есть. И самое главное, вот я, как руководитель совета организации испытывает удовлетворение, что действительно на нашей площадке собираются и мирно решают все проблемы представители самых разнообразных конфессий нашей страны. Прежде всего, это обусловлено тем, что мы абсолютно неполитизированная организация, мы не принимаем никаких политических решений, а, во-вторых, какие-то все наши рекомендации, заявления, заключения мы принимаем на основе консенсуса. Если наши братья, значит, будут в чем-то не согласны, мы всегда прислушиваемся и, в общем-то, находим какой-то компромисс, чтобы наше общее мнение было выверенным и единогласным. В России существует целый комплекс проблем, разрешить которые можно лишь общими усилиями традиционных конфессий и государства. В целом, в стране сегодня создана необходимая законодательная база и условия для деятельности религиозных организаций и их соработничества с государством. Необходимо лишь развивать эффективные механизмы реализации этого потенциала, защиты прав верующих разных религий, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, поддерживая взаимоуважительный диалог и сотрудничество религиозных организаций как внутри России, так и за рубежом. Формирование общества, формирование морально-нравственного облика нашего общества – это, естественно, общая задача и государства, и религиозных организаций. Об этом говорил Владимир Путин на встрече 22 октября 2013 года с мусульманскими лидерами и выступая перед мусульманами в честь 225-летия создания духовного управления. Он отметил, что в обществе есть задачи, которые мы можем решать только сообща. Прежде всего я это отношу к морально-нравственному облику нашего общества, в котором мы сами живем, сами развиваемся, и это должно стать заботой всех и государства, и общественных, и религиозных организаций. Я считаю, то, что мы говорим о защите ценностей, это защита нашего будущего. Не так давно я был на одном из центральных телеканалов, где мы говорили о оскорблении ценностей, или, как вот сегодня было сказано, не только чувств, но и ценностей. Я считаю, что вот четко провести некую черту, то, что возможно, то, что невозможно, то, что допустимо, что недопустимо, вот это задача, собственно говоря, нашей организации. Без духовного обновления невозможно дальнейшее существование российского государства. А значительную часть духовного обновления вносят традиционные религии России. И поэтому государство, которое заботится о своем будущем, должно создавать большие возможности для свободного развития, свободного религиозного развития. При этом не ущемляя и секулярные группы российского общества, поскольку это надо должное святейший патриархат отмечал, тоже несут в себе значительный нравственный заряд. Та система законодательства и подзаконных актов, система отношения государства и религии, которая сложилась за последние 25 лет, является одной из наиболее проработанных в мире, одной из наиболее сбалансированных. С нас берут пример страны постсоветского пространства. Собственно, законы этих стран в значительной степени сформированы под влиянием российского закона. Я думаю, что наш опыт должен быть полезен и Европе, и миру, потому что это опыт жизни в условиях большого разнообразия, которое для стран Западной Европы является новым феноменом, а для нас является наследием, с которым мы живем многие века. И я надеюсь, что многие из всех проблем, которые сегодня стоят перед Западной Европой и перед миром, могут быть разрешены на основе нашего опыта, в том числе опыта последних 25 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова